Добрый день, меня зовут Мадан Катайва. Я из Бомбея, из Индии. И меня называют доктор смех. Наверное, вам интересно, к чему я смеюсь? Фактически я смеюсь вообще без причины. Это и есть смеха йога. Смеха йога – это новая концепция, где каждый может смеяться вообще без причин. Вам не нужны никакие шутки, комедии или чувства юмора, чтобы смеяться. То, что мы делаем, мы смеемся в группах. И вначале мы смеемся в виде упражнений. Но затем вы смотрите на членов группы, смотрите в глаза и становитесь игривыми, как дети. Смех становится настоящим и приветственным. И с этого момента вам не нужны никакие шутки или чувства юмора. Причина, почему мы называем это смеха йога, заключается в том, что мы комбинируем упражнения смеха и дыхания йоги. И это дает больше кислорода вашему мозгу и телу. И вы чувствуете себя очень здоровым и энергичным. Идея смеха йоги началась с пяти человек в Мубае, в Индии. А сейчас у нас более шести тысяч клубов смеха в шестидесяти странах. Это все и есть смеха йога. Концепция смеха йоги стартовала 13 марта 1995 года, когда я писал статью для журнала про здоровье «Мой доктор». Статья называлась «Смех – это лучшая медицина». Я нашел очень много преимуществ смеха и исследований. Смех оказывает сильный и глубокий эффект на ваше тело и разум. Я был по-настоящему удивлен. Столько пользы, и очень немногие люди смеются в Бомбее. И утром 13 марта 1995 года у меня родилась идея. Если смех настолько хорош, почему бы не открыть клуб смеха? Я пошел в парк и говорил с людьми. А люди сопротивлялись этой идее, и они говорили, что это не очень хорошо – смеяться в парке. Но через несколько часов я нашел четверых человек. Итак, с пяти человек мы начали. Вначале мы смеялись, рассказывая шутки. И людям нравилась эта идея. Все шло очень хорошо одну неделю, а потом у нас закончились хорошие шутки. Большинство шуток стали повторяться. Были также негативные шутки, злые, обидные. Но в конце концов людям стало совсем неприятно, когда мы начали рассказывать вульгарные сексуальные шутки. И люди сказали, мы должны остановить наш клуб смеха. А я ответил, нет, мы не будем его останавливать, вместо этого мы найдем некоторый путь, как смеяться без шуток. И в своем вопросе, в своем намерении найти способ смеяться без шуток, я читал книгу, которая называлась «Эмоции и здоровье». И я нашел нечто удивительное. Это был научный факт, что даже если вы смеетесь ради смеха, ваш разум знает, что вы изображаете смех. Но ваше тело не чувствует разницы, настоящий ли ваш смех, или вы только фальсифицируете его. И я подумал, почему мы не можем делать смех в виде упражнений. Итак, мы инициируем смех как упражнение в группах. И было удивительно видеть, что смех такой заразительный, когда он происходит в группах. Когда у вас есть зрительный контакт с другими людьми, когда вы видите, что они смеются, вы не можете остановить свой смех. И вот, что я нашел удивительно. Все знают, что смех передается. Если вы не можете смеяться без причины, смейтесь в группе. Если вы не можете делать это вначале, изображайте смех, и скоро он станет настоящим и заразительным. Моя жена, Мадури Катария, также является преподавателем йоги. И мы подумали, что мы объединим упражнение смеха с дыханием йоги, которое наполняет наше тело кислородом и заставляет чувствовать себя более здоровым и энергичным. И так произвелось название смеха йога. В Индии мы это называем хаси йога. А сейчас я хочу объяснить вам, в чем основная философия клубов смеха. Почему мы должны смеяться без причины? И как вы можете смеяться, даже если вы не чувствуете, что вам этого хочется? Сущность смеха йоги, смех без причины, основывается на концепции развития ваших способностей играть как дети. Дети могут смеяться 400 раз в день. А когда мы вырастаем, то в лучшем случае можем смеяться 15 раз в день. Почему мы смеемся так мало, а дети смеются так много? Ответ очень простой. Мы, взрослые люди, смеемся из нашего мозга, оценивая, что смешно, а что не смешно. Мы также смеемся в зависимости от того, счастливы ли мы. Удовлетворены ли мы своей жизнью или нет. Или должна быть причина, которая делает нас счастливыми и заставляет смеяться. Но, к сожалению, сейчас очень немного вещей, которые делают нас счастливыми. И также люди верят, чтобы смеяться, у человека должно быть хорошее чувство юмора. Юмор очень умственный и познавательный феномен. Не у всех есть хорошее чувство юмора. Не каждый может рассказывать шутки. Итак, причина того, что мы, взрослые люди, мало смеемся, заключается в том, что наш смех в нашей голове, в нашем мозге. А если вы посмотрите на детей, детям не нужны никакие причины, чтобы смеяться. И смех не из головы, а смех у них идет из тела. Вы видели играющих детей? Они смеются все время, когда играют. И вы можете увидеть, что если мы, взрослые, начинаем играть как дети, мы можем смеяться сколько угодно долго. Если вы не можете смеяться сознательно, перенесите смех в ваше тело. Учитесь быть как дети, играйте как дети, и вы можете смеяться столько, сколько хотите. Какая связь между смехом и йогой? Почему мы называем это смеха-йога? Комбинация дыхательных упражнений и упражнений смеха называется смеха-йогой. У нас нет методов йоги, нам не нужно делать никаких телодвижений. Причина в том, что когда вы смеетесь, вы дышите как в йоге. Ваш выдох будет дольше, чем обычно. И так это доставляет больше кислорода в ваше тело и мозг. И ваше тело чувствует себя более здоровым и энергичным. Как вы знаете, дыхание является основой нашей жизни. Вы можете жить без воды и еды несколько дней, но если вы не дышите хотя бы 5 минут, вы умрете. Это означает, что в дыхании есть то, что помогает нам жить. В медицине это называется кислород, а в практике йоги мы называем это силой жизненной энергии. Итак, как смеха-йога может доставить больше кислорода в ваше тело и мозг? Нужно понимать немного о физиологии дыхания. Когда вы делаете глубокий выдох и вдох, вы вдыхаете 500-700 миллилитров воздуха и столько же выдыхаете за раз. Но в дыхании йоги мы учим людей выдыхать дольше, потому что в легких есть большое количество застоявшегося воздуха, который находится там постоянно и с ним выходит больше углекислого газа. Выдыхая дольше, мы выдыхаем этот воздух, насыщенный углекислым газом, и замещаем его воздухом, в котором больше свежего кислорода. Как нужно выдыхать дольше? В практике йоги мы учим людей сжимать мышцы живота и делать глубокий выдох. На самом деле это тяжелая работа, выдыхать длиннее. Какой самый простой способ выдыхать дольше? Просто смеяться. Представьте, что вы делаете, когда смеетесь. Вы выдыхаете. И смех – это простейший способ убрать застоявшийся воздух из йоги и получить больше кислорода. И какая разница, смеетесь ли вы по-настоящему или просто делаете смех в виде упражнения. Ваше тело получает одинаковое количество кислорода. И это очень полезно для здоровья. Итак, основы «Смех без причины» даже в виде упражнений – это хорошо. И это было доказано научными исследованиями. И на самом деле смех без причины гораздо полезнее настоящего смеха, так как нет гарантии, сколько вы будете смеяться по-настоящему. Но в смеха йоги вы можете смеяться гораздо больше, только сколько захотите. И для того, чтобы получить научно доказанные выгоды смеха, он должен длиться 10-15 минут. Даже если ваша физиология, ваше тело будет делать это неохотно. Натуральный смех, который есть в нашей обычной жизни, не такой глубокий. Он не идет из живота, он высоко в груди. Но смех должен идти из вашего живота. Он должен быть более глубоким. Используя вашу диафрагму. И смех должен продолжаться 10-15 минут. Хороший смех. И поэтому нужны клубы смеха. Они гарантируют получение всей пользы от смеха. Люди часто задают мне вопрос. В чем разница между спонтанным натуральным смехом и принудительным смехом? Потому что в клубах смеха мы смеемся, даже если нам не смешно, и мы смеемся ради смеха. Мой ответ – так смеяться хорошо. Наука говорит нам. Если вы хотите получать научно доказанные выгоды смеха, смех должен продолжаться большое количество времени. В этом случае он меняет вашу физиологию и биохимию. И смех должен идти из живота, не из горла. Натуральный, спонтанный смех, который есть в нашей обычной жизни, длится всего несколько секунд. Две-три секунды. Этого недостаточно, чтобы вы получили реальную пользу для здоровья. И в этом причина, почему смеха йога – это гарантированный путь получить научно доказанную пользу смеха. Он идет из живота. И так как мы смеемся в группах, мы смеемся сильнее. И он продолжается 10-15 минут. Именно поэтому я говорю, что смеха йога – это лучший путь получить пользу от смеха. Когда вы смеетесь так, вы начинаете гораздо больше смеяться по-настоящему и в вашей реальной жизни. Сейчас я хочу вам рассказать о пользе смеха йоги, соединяющей дыхание и упражнения смеха. Во-первых, я смеюсь последние 13 лет, как я начал в 1995 году. И это полностью изменило мою жизнь. Мое тело стало гораздо лучше. Я развиваю очень позитивную ментальность. И также я становлюсь гораздо более позитивным. Негативные мысли не посещают меня. Смех усиливает вашу иммунную систему. Научными исследованиями было доказано, что если вы смеетесь, вы не болеете. И я смеюсь практически каждый день на протяжении 13 лет. И я не помню, когда у меня последний раз был кашель или насморк. Даже если они приходят на день, то тут же уходят. Это показывает, что из-за смеха моя иммунная система стала гораздо сильнее. То же самое происходит в клубах смеха по всему миру. У них нет ни кашля, ни насморка. Я хочу вам сказать, что иммунная система – это важнейший ключ к вашему здоровью. Астма, аллергия и даже таких заболеваний, как рак, происходят из-за слабой иммунной системы. И сегодня мы встречаемся со стрессами в нашей жизни, и они ослабляют нашу иммунную систему. Смех – это прямая противоположность стрессу. Он укрепляет иммунную систему. Это чудесный способ быть здоровым. Следующее преимущество смеха йоги в том, что она помогает находиться в хорошем настроении. Вы согласитесь со мной? Когда у вас хорошее настроение, вы на высоте. Благодаря смеху мозг выделяет специальный гормон – эндорфин. Вы немедленно чувствуете себя хорошо и находитесь в позитивном расположении духа. Смеха йога – это фантастическое упражнение аэробики. Сейчас у людей нет много времени для упражнений. Они едят, едят и не занимаются упражнениями. Почему смеха йога – это лучшее упражнение, чем другие упражнения аэробики? Доктор Вильям Фрай из Стэнфордского университета в Америке сделал некоторые исследования и обнаружил, что если вы смеетесь 10 минут, результат аналогичен тому, что вы бы получили за 30 минут на беговой дорожке или занимаясь другими упражнениями аэробики, такими как бег, велосипед или плавание. Это означает, что смех может увеличить количество ваших сердцебиений, увеличить кровообращение гораздо быстрее, чем при любых других упражнениях аэробики. Особенно это хорошо для людей, которые занимаются бизнесом, у которых нет времени. Поэтому если вы не хотите бегать по 30 минут, вы можете просто посмеяться 10 минут. И вы получите реальную пользу смеха. Самая главная болезнь в мире – это депрессия. И смех – это мощное оружие против депрессии. Мой опыт клубов смеха по всему миру говорит о том, что люди, которые ранее использовали антидепрессанты, или перестали их использовать вообще, или сократили количество. Также опыт психологов по всему миру говорит о том, что их пациенты чувствуют себя гораздо лучше, когда они ходят в клубы смеха. На самом деле, в Индии врачи рекомендуют своим пациентам присоединиться к клубам смеха, потому что это помогает в борьбе с депрессией. А как вы знаете, депрессия – это болезнь номер один в мире. Смех очень хорошо объединяет людей. Когда вы смеетесь, вы привлекаете людей. И это чудесный способ развивать коммуникабельность. В наше время люди очень часто одиноки, даже находясь в браке. Порой они печальны и находятся в депрессии. Не с кем поделиться своими эмоциями. В клубах смеха люди собираются вместе, и вы можете получить очень заботливые и доверительные отношения. Смеха-йога вносит новую концепцию в семейные отношения. То, что мы наблюдаем в клубах по всему миру, люди хотят быть вместе. Они не расходятся. Они становятся хорошими друзьями и хорошими семьями. И это очень важно в современном мире, когда люди очень эгоистичны и одиночны. Смеха-йога – это отличный инструмент вашего личностного развития. Если вы хотите быть успешными в жизни, вы должны быть здоровыми. Вы должны быть энергичными, мотивированными. И смеха-йога может помочь вам развить уверенность. Смеясь и сохраняя зрительный контакт, вы можете стать отличным оратором. Вы можете разговаривать с людьми без страха и застенчивости. И упражнения смеха-йоги помогают вам быстро и весело развиваться. Клубы смеха вначале были социальными. А теперь она приходит в мир бизнеса, когда компании и корпорации используют смеха-йогу для сокращения стресса. Вы знаете, сейчас очень много раздражения и стресса в компаниях. Смеха-йога – это самый быстрый способ убрать стресс. Неважно, это физический, умственный или эмоциональный стресс. Все виды стресса могут убираться одним только упражнением. И это смеха-йога. Смеха-йога также практикуется пожилыми людьми в любом возрасте. Пожилые люди очень часто печальны. Они мало смеются, поэтому мы должны принести смеха-йогу в дома пожилых людей. И для них гораздо проще смеяться именно таким образом. Потому что, когда вы становитесь старше, ваш мозг иногда может не воспринимать некоторые комедии или чувства юмора из-за некоторых болезней. И вы можете не понимать смешные вещи. Поэтому выполнение упражнений смеха и дыхательных упражнений гораздо лучше для пожилых людей, чтобы оставаться здоровыми. Смеха-йога также является профилактикой терапии. Если вы здоровы и если вы не хотите болеть, смеха-йога – это отличный способ сохранять ваше здоровье. Но если вы болеете, то смеха-йога – это фантастический инструмент, который вам поможет выбраться из таких последствий стресса, как кровяное давление, сердечное заболевание, бессонница, депрессия. Поэтому в Индии люди смеются каждый день. И у нас есть масса людей, которые побороли высокое давление, сердечное заболевание, бессонницу, депрессию и стрессы. У них гораздо больше возможностей выздоровления со смеха-йогой. И, наконец, у смеха-йоги есть миссия. И миссия в том, чтобы приносить хорошее здоровье, радость и мир через смех. Как мы можем принести мир во всем мире? Когда мы начинаем смеяться, мы создаем позитивную энергию. И когда вы чувствуете себя хорошо, когда вы меняетесь, весь мир меняется вокруг вас. И если вы начинаете развивать клубы смеха по всему миру, энергия мира изменится. И это простой способ принести мир во всем мире. Клубы смеха бесплатны. Вам не нужно платить денег. Вы только платите за аренду помещения. В клубах смеха нет правил, нет инструкций. Вы можете присоединиться к ним везде, где есть общественные клубы смеха. У нас только есть основополагающие принципы. Клубы смеха должны быть вне политики, вне коммерции, вне религии. Это касается общественных клубов смеха. А если вы используете смеха-йогу вне общественных клубов, вы можете зарабатывать столько денег, сколько хотите, за обучение и тренинги. Вы можете использовать бизнес-возможности смеха-йоги. Это не проблема. Но социальные клубы должны быть бесплатными. Это путь, чтобы целый мир смеялся вместе. И однажды мы сможем посмеяться и сказать, что мы принесли мир во всем мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!